ребятушки привет 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 с вами снова маус-висперс мышиный шепот и сегодня мы с вами немножко поболтаем посмотрим журнальчик вообще снимаю второй раз я сняла такое классное видео там прямо так от души наговорилась а потом пересматриваю и просто я так эти страницы просто давлю на них что невозможно слушать думаю ай ладно возьму-ка я второй раз пересниму видео тем более настроение у меня хорошее я вообще сейчас знаю редко бывает плохое настроение но если оно бывает то ой-ой-ой держитесь все и все нет не то что я других обижаю но я вообще никого не обижаю во всяком случае осознанно ой ребята мне надо сбегать за свечками в другую комнату я не буду делать никакой этот деньг но я сейчас к вам приду Муж мой уже жалуется, я уже устала, сколько можно ждать, я купировала спальню, сказала, что все вон пошли, пока не сниму, не пущу. Так, и вот, да, потратила я полчаса, ну и ладно, ничего страшного, так, давайте зажгем сначала одну свечку, так, ой, а я сразу же вторую зажгу. Ну вот, ой, ну вот, это только я так могу, а ну-ка, а ну-ка, так, всем суеверным, прошу не паниковать, у меня тут три свечки, одна вот здесь вот стоит. Ой, один, здесь я даже уже крышечку закрыла, потому что, думаю, все, закончилось мое видео сегодня. Ой, ну вот, вот так вот. Смотрите, какой у меня сегодня здесь сарап. Какое? Ой, здесь не видно, наверное. Свечечки. Вообще, эту свечку я уже использовала, вот эти свечки две я покупала в магазине, но они уже перегорели все тысячи лет назад, но я люблю такие вещи, которые можно использовать повторно. У меня даже вся кухня заставлена всякими баночками, там, где я храню крупы, печеньки всякие. Люблю я это дело, такое уютное. Не знаю, если вы увидите. Здесь спички такие, и коробок спичек, и здесь Рига, одна из рижских улиц, Крещан Барон, и трамвайчик здесь бежит. И где же наш фокус? Тэнкс. Видите, какой у меня лак? Лак, какой у меня золотой. Я вообще, скажу вам, по-честному, не люблю никакие лаки, вот эти, особенно эти всякие дизайны, там туда-сюда. Я не на других, а на себе лично. Я сейчас только про себя говорю. Я просто себя чувствую, ааа, не мое это все. Но вчера мне так захотелось, я не знаю, с чем это связано. Весна, наверное, гормоны, все дела. Мне захотелось лакать для ногтей, и я пошла, и вот прямо купила. Не знаю, видно или нет. Смотрите. Ай, я еще тот, еще оператор, конечно. Ой, подождите, фу-фу-фу. Ну вот, ладно, давайте уже начнем. И пока я хотела лак для ногтей покупала, мне тут подвернуло счастье, и они мне еще подарили в магазине какую-то палеточку для теней. Я вообще тенем не пользуюсь, но приятная, все равно такая милая упаковочка, какой-то эссенс. Вообще я на макияж особенно не заморачиваюсь, у меня мой есть signature look. Я нарисую стрелочки, там бровки подправлю, и вшик, и пошла. Так, ну вот, follow your heart. Следуйте своему сердцу. И здесь несколько прямо там, раз, два, три. Девять разных тенюшечек, прямо, видите, какие там есть, и с глиттером какие-то, такие спокойные цвета, а не каких-то этих переборов, зеркальца, все дела. Не пользуюсь, но, наверное, надо будет попробовать, не знаю, такое недорогое, какая-то штучка, но попробовать. Вот, вот, что у меня еще есть. Еще у меня есть вот такая вот прикольная, ага, я покупала, как этот магазин русский, называется такой фикс-прайс, да, у нас есть там кожа. Посмотрите, какая я просто не смогла пройти мимо. Посмотрите, какая мыша, мыша, мыша-принцесс, мыша-королевиша маленькая, но нет, принцесс, туда уже нет. Докупились. Здесь был чай. Чай был просто отвратительный. Я его кому-то отдала, вот, не помню, бабушки, наверное, по-моему. Вот, и я... Ну, ванночка красивая, шикарная, я там храню всякие такие штучки. Ой, здесь еще одна, кстати, мышенька маленькая. Это мышенька-прелок. Это было прошлого года. Был мой год. Очень прямо такой интересный будет, скажем так. Все рад, что он уже прошел. Да. Ой, здесь у меня еще есть, кстати, латик. Это наша, ну, перед тем, как мы на евро перешли. У нас была валюта наша, лат. И здесь один из персонажей от иского фольклора. Спридис. Или трубочист. Я даже, если честно, не знаю. Вот, простите меня, моя темность. В общем, такие штучки. Я люблю такие всякие баночки. Я вообще, ну, у меня дома полнейший минимализм. Я не люблю вот это вот все, когда перегружено там и так далее. Но такие маленькие нежные штучки я люблю. Ну что же, посмотрим журнал. У меня журнал для вас. Называется он «Прицоз». «Прицоз» значит, в переводе с латышского языка, «Я выхожу замуж». Ну, здесь женщина на обложке, девушка. Поэтому «выхожу замуж» в данном случае, так как вообще и мужчина может сказать «эс процесс, я женюсь». Тогда журнал про, ну, свадебный журнал, знаете, со всеми вот этими вот этими платьями. Платья всякие там. Место для банкетов. И вот это вот все. Ресторанчики всякие. Мне кажется, я разучилась листать страницы. Я не знаю, почему первое видео на английском я сделала. Просто какие-то... Постоянно я эти страницы жму. Я не знаю, что случилось. Видите, как это практически нету. Ой, какая здесь красивая девушка. Вы не видите, наверное, ничего. Такая, в таком вот латышском стиле. Такая красавица. Букет шикарнейший просто. Вообще, скажите вам по правде, я и не никогда не была, скажите, так фанатом. Я хотела бы у тебя замужество. Никогда не хотела выйти замуж. Я думаю, сейчас брата Юрина всегда с детства, с раннего мечтала выйти замуж, чтобы умер уже от детей. И вот это вот все. А я говорила Кате, я никогда в жизни не выйду замуж. Никогда в жизни мне это вообще не будет. Я буду просто путешествовать по всему миру. Мне это все не надо. Ну и, конечно же, как оно полагается. Как вы думаете, кто первый вышел замуж? Как вы думаете, кто первый вышел замуж? Конечно же, я. Но у меня не было вот этих словатик, то есть платья белого. Я никогда этого не хотела. И так странно. Наверное, как это странно, не знаю. До сих пор у меня нет такого желания. Я могу с восхищением, конечно, смотреть на все эти платья. Я очень люблю всякие разные дизайны. Я это вижу так же, как с ногтями, ребят. Я могу смотреть на других людях, но на себе я это не вижу. Всяких этих дизайнов, там этих штучек, ручек. Нет, платья-то, конечно, шикарные. Вообще, эти граунс, как они называются, эти такие силуэты, красивые всякие. Очень красивые. Как у вас его тело? Как вы вообще зиму пережили? Я, наверное, первый раз за года, даже то, что, он говорит, первый раз вообще, впервые, наверное, в жизни я радуюсь весне. Просто вы сейчас будете смеяться, а я всегда весну не любила. Не знаю, было ли это связано с нехваткой витаминов, как это у меня депрессия. Лично они надевались на меня в эти времена. Но мне казалось, это неотвратительное время года, когда вот тает этот снег. может, чисто географически, знаешь, знаете, то есть, живя в Латвии, а это все тает, знаете, какая-то сляхать, проративная. Не тепло, не холодно, не понять, какой-то дисбаланс. Я вот очень не любила это время. Но в этом году, ребят, я просто ждала, ждала, все при этом тепла. И, наверное, все связано, конечно, с ситуацией в мире, что мы просидели всю эту зиму дома. Скажу вам больше, я не знаю, как ваше строгохло, у нас настолько все с этими restrictions, с запретами, все серьезно, что нас просто позакрывали все. Я молчу про какие-то клубы, да, это и так понятно. Но у нас закрыли в декабре все парикмахерские, все пьюти-салоны, да, эти салоны красоты. Вообще, люди не стрижные, не чесные, ходили там всю зиму. Так они еще закрывали магазины все абсолютно, кроме там оставили вот эти grocery stores, как они называются, супермаркеты, еды. То есть, только еду можно купить. Вплоть до того, что мы в супермаркетах, где продается еда, обычная, там посуда, знаете, скотч, там не знала заклеить что-то. Все эти товары были под запретом, только еду ты мог купить. И ведь раньше мы там ходили, не знаю, какой-то шопинг, хотя я никогда не была любителем шопинга, но хоть куда-то мы ходили, что-то сделали. То сейчас просто, ну, это какой-то был, не знаю, так странным. Потом у нас теперь рекомендантские часы с пятницы по воскресенье во время пьернобаря, когда на улицу нельзя было выйти. Ну, короче, как будто крэйзи-тайм вообще. Поэтому я так жду и весны в этом месяце, и в дубне, и летом. Больше всего на сегодня вообще, когда я на своем велике смогу наконец кататься, круги, навертывать, вьюн выездить. Ряд просто засадишься с самого утра, просыпаешься с утра, как и у меня это было, бежишь там тушек быстренько, пятая, десятая собралась, кузачок свой набрала со всеми своими купальниками, полотенцами, туда на велик села и 40 километров по дорогам до моря через леса дороги выстроены, асфальтированы, просто едешь такой paradise приезжаешь туда, валяешься целую целую день там снэксы какие-то себе купишь до сюда по дороге, потом уже без сил к вечеру ближе едешь домой без последних сил просто в душ идешь домой стираешь с покупанием все развешиваешь достаешь из холодильника холодный супчик клубничка включаешь сериальчик наливаешь шангелька и просто наслаждаешься жизнью знаете вот эти маленькие маленькие радости я не знаю в какой момент своей жизни но я начала оценить вот эти всякие мелочи мелкие радости вам поверите мне так жизнь изменилась просто не представлять я вообще по своей натуре человек такой достаточно тяжелая была первая часть моей жизни наверное такая полная всяких испытаний и я вообще думаю господи как я дожила до этих лет и что все хорошо и нормально в моей жизни потому что казалось так часто что неизвестно вообще что будет дальше в моей жизни и что произойдет а вот оно как судьба она такая жизненная такая непредсказуемая просто знаете что я очень хотела бы может быть кому-то поможет посоветовать такую практику небольшую если у вас такая депрессия или апатия если вы состояние вообще выйти на улицу выйдите на улицу и найдите ваше какое-нибудь дерево или куст в сирене в данном случае очень щедра на всякие подарки вы берете куст этот и каждый день вы ходите на улицу и наблюдайте что произошло какие изменения какие веточки вид изменили что выросли какие почки появятся или на степе и просто наслаждайтесь и и наблюдайте наблюдайте да и вы поймете что природа она никогда не стоит на месте она постоянно находится в движении и это и есть вся суть мы тоже являемся частью этой природы так же самым функционируем если вы сейчас находитесь в каком-то апатичном состоянии говорится что вообще нету никакого выхода и все ужасно поверьте вам просто надо пережить этот момент порой он кажется вообще каким-то неискончаемой историей но поверьте оно все закончится когда-либо надо выдержать я не какой-то эксперт я не пытаюсь тут умножить ни в коем случае я просто говорю с личного опыта что человек который естественно пережил много чего в жизни и ребят никогда не теряйте веры вообще никогда мы не знаем зачем мы здесь возможно кто-то и знает но я до сих пор не знаю но я знаю одно что надо искать эти радости в жизни замечать уметь замечать учить замечать просто мелкие мелкие радости вам горнику улыбнулся который раньше никогда вообще с вами не общался или не здоровался или хмурый ребенок если вы живете с родителем мама приготовила ей бабушка какое-то вкусное блюдо перешки вспоминайте просто за день эти моменты радости я знаю это ничего вообще такого серьезного но ведь жизнь не может состоять каждый день из каких-то всплесков эмоциональных мы просто бы не выдержали бы это наша психика не выдержала мы не замечаем каких-то изменений на протяжении спустя какого-то времени чем-то приглянитесь назад в течение пяти лет ведь много что изменилось в вашей жизни наверное но хотя бы что-то изменилось нет такого что вы стоите не есть поэтому ребят будьте сильными я знаю иногда это очень непросто но на самом деле мы даже не повтореваем насколько мы сильные духом что-то я в какие-то дебри ушла я надеюсь я не слишком сквизинг эти страницы я не знаю что-то у меня происходит я перестала или может это страницы такие какие-то странные я люблю вот всякие знаете эти мальчики типа волок у них такие мягкие очень страницы а эти такие толстые хотя они красивые очень пахнут вкусно но ой я надеюсь продолжаются видите там у меня батарея садится вот я надеюсь это видео получится нормально потому что да тяжело надо так снимать я никогда не делала никакого эдитинга потому что у меня просто нет времени этим заниматься и этот канал создавала я даже никогда не думала что у меня там будет каких-то подписчики чисто так для себя делала чтобы выговориться и плюс я дико обожаю все шелестелки много я тащусь конечно сейчас я вообще мало видео этих видео смотрю это был вот этот бум как-то только появилось все эти видео у меня было это первый я вообще прослушала первый раз моя первая смр это ASMR мания девушка из Петербурга господи это было видео с парикмахерным ее первое парикмахерское видео Леся да Олеся только недавно выздоровела тоже бедняжечка слава жопа просто здоровье и счастье любви и всего 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 вот она была моим первым ASMR арт потом я нашла уже Gentle Whisper ну и пошло поехало я бы знаете мы под часами реально смотрели эти видосики но сейчас уже как-то меньше и меньше но все равно конечно у меня любовь сохранилась по всему ей хотелось бы почаще снимать вы уж меня простите пожалуйста что я так исчезала жизнь и жизнь всякие разные события происходят постоянно вы уж меня не особо быть сильно надеюсь вам понравилось это видео еще раз большое спасибо за просмотр и я надеюсь до скорых скорых встреч пока ребят татам тататататат Продолжаем.